Сегодня 14 июня 2019 года компания «Источник здоровья» снова в гостях у Витрия Михайловича Инюшина. И сегодня мы поговорим о новой разработке импульсный антиэнтропийный модулятор. Витрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, что это такое? Ну, немножко истории. Вот мы сидим как раз сейчас на территории университета, то есть Казахский национальный университет имени Альфа-Араби. Но если перенестись в 1935-1937 год, то мы бы тут увидели ад зарождения импульсной модуляции. Как раз такой проблемой занимался здесь бывший студент Петербургского университета, который был сослан за революционное выступление сюда на работу в ЗАИСАН сначала, в Восточный Казахстан, а потом и в город Верный, то есть Алматы теперешне. И начал заниматься вот в области импульсной модуляции. То есть, что это такое? Вот буквально отсюда, с 300 метров на улице Байзакова-Тимирязева, был целый городок, известный по всему Советскому Союзу. Назывался это импульсно-концентрированный солнечный свет с модуляцией. То есть, это огромные зеркала, качающиеся с определенной частотой и так далее, которые с помощью импульсов воздействовали на зоны, репсоксогенные зоны больных. Сначала, конечно, были проведены биологические эксперименты, а здесь в университете тоже. И доцент университета, уже казахстан, когда назывался государственный университет имени Кирова, вот доцент этого университета, Бухман, доцент, он начал вот эти работы. И не просто эксперимент, а перешел даже к большим, так сказать, испытаниям, когда прошло через этот центр импульсный концентрированный солнечный свет Бухмана более пяти или десяти тысяч человек. Это же большая масса человек. Со всего Советского Союза, со всей потом Восточной Европы и даже из многих стран Азии, вот, здесь было очень много людей, вот, примерно с начала мая по начало октября месяца. Вот вам пример. И когда мы учились в университете, вот тогда уже мы задумывались о роли импульсной методологии. То есть импульсы играют колоссальнейшую роль в электрофизиологических, электробиотетических процессах, которые происходят в нашем организме. То есть небольшие импульсы с определенной долей времени, иногда в 10 всего там минус 8, 10 минус 10 секунд. Вот эти импульсы особенно сильны, они называются резонансные или биорезонансные импульсы. И оживляют даже клетки, которые находятся на грани жизни и смерти, то есть состояние такого анабиоза. Оживляют нервные клетки, оживляют биоплазменные потоки, уже полностью догадированные, то есть уничтоженные вредными факторами экологической среды, в том числе космической, геофизической. Я уж не буду говорить, я уже говорил. Мощный эффект достаточно. Просто я говорю, что речь идет об такой технологии, биофизической импульсной технологии, корни которой здесь были зарождены, вот здесь, в нашем университете, вот здесь фактически на этой же территории. Здесь мы находимся, теми разу, улица Дехканская, а потом Байзакова она теперь называется. Раньше Дехканская называлась, честь крестьян, Дехкан. И вот там был большой городок из домиков, где эти качались огромные зеркала, а каждое зеркало состояло из несколько сотен зеркал маленьких, за определенным углом, и так далее, все это сделано было очень по тем временам аккуратно, хорошо. И люди были без ума от успеха. Приезжали на носилках, уезжали с помощью собственного хода уже. Тогда самолеты плохо летали, мало было самолетов, в основном на поезде и передвигались. И вот к поезду, я помню, на вокзал, часто эти люди видели. И когда они приезжали, то их несли на носилки, нанимали машины и так далее, чтобы их привезли сюда. А отсюда многие из них уже садились. Своим ходом, да? Это было чудеса, это чудеса. И вот мы последние 10 лет тоже занимались уже не просто экспериментом, эксперименты мы проводили почти 20-30 лет с помощью разных импульсов и так далее. И в качестве источника мы использовали не солнце. Сразу я говорил еще, когда жил в Бухмане, я говорил, еще был мальчишка, говорил, а есть другие источники, может быть, их попробовать? Он говорил, я не знаю, ну попробуйте, ребята, попробуйте. Вот, может быть, вам это удастся. И мы взяли этот источник. Лазер газовый, не импульсный, который прожигает там стекла, металла и так далее, а имеет широкую полосу спектральную. А газовый лазер, который монохроматичность, то есть однородность световой волны доходит до очень малых величин. То есть почти равна длине волны света. Допустим, 632. ангстрема или 632 нанометра, вот, плюс-минус там один, два, пять, десять нанометров, сто, это максимум. Это уникальные лазеры высокой точности, и которые можно модулировать. Что значит? Поставить модулятор кристаллический и с помощью электрического импульса модулировать по частоте. с разной частотой, начиная от инфракрасной частоты и кончая сверхвысокой частоты. И тоже удивительные вещи происходят с регенерацией, эпиделизацией, особенно кожи, потом изменение крови, то есть улучшение качества крови, кроветворения. Таких людей очень многого есть и у нас, в связи с ядерным полигоном и так далее, в связи с плохими экологическими условиями вокруг урановых рудников, в связи с космодромом, который гептилом дышит, на население больших регионов, Казахстана, да и не только Казахстан, но и Урала, там и Сибири, российская и прочее. И вот все эти факторы, они очень такие негативные, токсичные. И постепенно шаг за шаром за 10-20 лет разрушают плазменную структуру человека. И вот огромную роль здесь играет как раз импульсный характер. Умение в точку попасть по частоте, умение, так сказать, выбрать определенную длину волны, которая, так сказать, есть у лазера, допустим. А лазеров сейчас более тысячи разновидностей есть. Ничего себе, Выпущено колоссальное количество лазеров. А мы начинали с первых разновидностей. Вот, допустим, в 61-м году Нобелевскую премию в 57-м получил Басов и Прохоров и Таузена американистов. То есть, три человека получили в 58-м году только за то, что они запустили лазер. А мы уже в 62-м в Алма-Ате уже делали первые эксперименты с лазером. Один лазер кое-как на лесу университет. Я помню, привезли из Москвы, из института оптики, спектроскопии, потом ядерного института и Микурчатова они помогли нам. Вот кое-что привезли и начали эти работы искать эту идею. И вот это оказалось, что импульсный характер, вот эта структура импульсов играет колоссальную роль в биофизическом эффекте. Причем этот эффект антиэнтропийный. Что это антиэнтропийное означает? То есть, импульс упорядочивает пространство. Обычно импульс может разрушать пространство. Создавать хаос, да? Да, а тут он наоборот упорядочивает пространство. В нем становится жить легче и счастливее. Ну, это оба заговорить. И почему? Потому что мало хаоса. Мало хаоса. как это делается? Это делается вот блок имеется. Вот здесь я показывал. Есть блок. Блок обычно делается на современной основе из разных источников постоянного тока. То есть, это батарейки, аккумуляторы и так далее. Там есть схемы. Все мини-схемы, которые дают возможность осуществлять разные виды модуляции по электрическому составляющему. И это все подается на так называемый рабочее тело лазера. Вот если это один из маленьких лазеров, видите, это рабочее тело всего лишь только. Почему так называют? В качестве рабочего тела кристалл полупроводниковый используют специально. Этот кристалл или из неодима сделан, или это кристалл сделан из арсенита, галлии и так далее. Это разные кристаллы. Но с высокой однородностью оптической. Если на него начинать прикладывать напряжение с разочной частотой, можно получить совершенно разные импульсы. А если еще туда ввести живые объекты, то генерация от живых объектов, то есть антиэнтерапийная генерация, мы получаем совершенно уникальную структуру пространства. для быстрого восстановления функций. Вот допустим у вас отдышка, у вас плохо работает сердце, и вам надо как-то помочь. Сразу открываем грудную клетку, нажимаем на генератор, импульсы подаем прямо непосредственно на чакру сердечно, и вам становится совершенно приятнее. Причем генерирующим телом может являться так называемая гидроплазма, то есть та гидроплазма, которая обязана вода своей памятью, что она помнит всякие воздействия. Более того, она помнит особенно вот те антиэнтерапийные воздействия, о которых мы только что говорили. То есть те, которые не сеют хаос, а там создают порядок высокого класса. И вот мы этим порядком воздействуем на чакры. И человек буквально в течение нескольких минут, 5-7 минут у него происходит изменение. Все это удивляются. Как это возможно? А как не возможно? У нас огромное количество чакр. Есть чакры на голове, есть третий глаз, есть шейные чакры, есть позвоночные чакры. И все они, особенно по позвоночнику, все они управляют почти всеми органами важнейшими. Печень, сердце, легкие. Вот легкие тоже, как легко? Реагируют часто очень быстро. Легкие легко, я не оговорюсь. А реагируют, потому что легкие обычно очень плохо реагируют. А с помощью импульсной модуляции антиэнеропии реакции очень быстрые, мягкие, и они начинают приносить оздоровление человеку. Он начинает дышать, теряет воспалительный процесс, особенно при аспе, при разных воспалительных процессах внутри легких, связанных с аллергиями, и так далее. Это как мы называем биотезическая скорая помощь для человека, если образом сказать, понимаете? Нажимаешь, пик, это импульс, все. Там участвует гидроплазма в этих маленьких пузырьках, в пыли, в этой, там порядка, она где-то около 100 микрон всего. И эти пузырьки, они еще дают добавочные вторичные импульсы, тоже смодулированные по главному модулирующему импульсу. И он уже влияет на мембранную систему, на память воды, на все, меняет в лучшую стопу. Причем стрельба эта, в кавычках, оказывается очень эффективная импульс, который так называемый головной импульс от рабочего тела лазера, вот я показывал здесь, он манулируется настолько четко и ясно с помощью электрических генераторов, вот здесь, которые находятся в этом блоке, по определенной программе, но все это малоэффективно, сравнительно, без антииндобина, компонента, то есть, все это идет через память воды, то есть, через гидроплан, и через, так сказать, живые объекты, находящиеся в состоянии анабиоза, если уж еще ближе сказать, мы это научились, этой технологии, в результате мы получаем так называемые многомерные по векторальной структуре, по векторам, импульсы, которые вызывают явление биорезонанса, то есть, необычные, сильные, активные процессы, при очень малых по мощности воздействия, вот, и происходит восстановление, как биоплазменных, так сказать, каналов и потоков, так и восстанавливается функция мембран глеточных, также идет процесс улучшения регуляции, все это не может не сказаться, и на пси-плазменном теле человека, связанном уже с мозговой деятельностью, пси-плазменной, так сказать, сущностью человека, в связи с взаимодействием людей между собой, то есть, сотни людей связаны друг с другом, через, опять-таки, импульсный революционный процесс, только это плохо изучено, а если бы изучить более глубоко, то мы могли бы уже это нормализовать через группы людей, большие группы людей, вот часто говорят, плацебо, плацебо, пустышка, какая пустышка, если вы опыт не проводите в полной изоляции, вы же живые люди рядом с вами, одни верят, другие не верят, и в результате может перевес быть то одних, то других, и в результате эффект может быть, когда верят, очень высокий, когда не верят, вообще никакого эффекта, или слабый эффект, когда не верят, но я примеру говорю, вот такие моменты, почему-то никто не понимает, даже вот последние передачи телевизионные показали, что вот эти наши ученые, которые комментировали гидроплазму, что такое гидроплазма, в серии передач, чудо-техники, вообще некомпетентны в этой области, то есть последние достижения в области физики, биофизики для них вообще неизвестны, они пользуются достижениями там 50-х, 60-х, 70-х годов, в крайнем случае. Это нельзя так, это узкий такой процесс, створный, как я называю, как река течет, створный, между другом, я скал, зажата бедная река, и вот эта река, значит, не может проявить себя как могучая, так сказать, спокойно текущая, но глубокая, так сказать, река, или поток воды с такой красивым, так сказать, раскусом, и так далее. То есть, это о чем говорится? Надо очень осторожно относиться к всяким интерпретациям, то есть, толкованиям по поводу тех или иных новых разработок. Вот я боюсь, что судьба вот этого антиэнтропийного, плазменного, то есть, этого антиэнтропийного, импульсного модулятора, может быть, такова же, как и с гидроплазмом, а все, каждый так давать во что бы не попал. Почему я опять историю Каждый по-своему, да? Да, историю казнул. Да вспомните Бухмана. Бухман приехал в 904 году в Казахстан, после первой русской революции. Ну, тогда царь не наказывал там студентов сильно в тюрьму сажал, в кандалы не сажали. Просто говорили, раз ты уже пятый курс, на четвертый учишься, иди там просвещение, так сказать, развивай. Куда? В Казахстан езжай, за Иссан, и он уехал туда, понимаете? И больше будешь там лет 5-10 там сидеть, пока потом освободишься, потом можешь приехать. Ну, пример. И вот, пожалуйста, Бог вам создал такую целую лечебницу, уникальную совершенно, при университете вот это мы все ходили, смотрели, изучали, как студенты, потом как научные сотрудники, спорили, что можно заменить, как зимой это использовать, почему зимой нельзя использовать, почему дождь препятствия являются какие-то. И вот, пожалуйста, сейчас мы здесь с вами рассказываем о новых технологиях. Ну, что касается применения, видимо, очень широкое применение, я уже указал, и астма, и аллергические состояния, и, наконец, кроветворение, улучшение состояния крови, наконец, памяти, тоже большой увлекает, особенно, психосоматические процессы нормализуют очень хорошо, человек становится более спокойный, нету агрессии, агрессия, представляете, начинает падать, вот эти человеки, не человеки, а люди становятся иногда агрессивны в определенный момент в жизни, а тут агрессия полностью почти смывается, как говорят, за счет чего? За счет импульсов, вот таких, структурных, антиэнтропийных импульсов, представляете, то есть, человек становится спокойный и более антиэнтропийный, то есть, он может даже подавлять многие стахастические, хаотические процессы, которые вокруг него рождаются, и создавать такую пространство-временную структуру высокого класса спокойствия и так далее. И главное, что, если все-таки какая-то микрокатастрофа произошла около сердца, или в крови, или в суставах, или, наконец, психике, всегда есть антиэнтропийный модулятор, импульсный, который дает чего? Дает нормализацию. Дает даже, не только нормализацию, но увеличивает запас антиэнтропийной энергии, на какой-то момент особенно. и это дает возможность организму опять строить новое будущее свое, и это продляет жизнь человеку. Виктор Михайлович, хотел уточнить, именно с помощью данной технологии, которую вы только что рассказывали, и будет производиться в ближайшем будущем продукт, который будет реализовываться нашей компанией, импульсный полимодулятор. Я правильно понял? Это будет новоценная аппаратура, она еще будет требовать модернизации и так далее, но уже может применяться, особенно среди волонтеров, которые добровольцы, которые способны, люди, которые любят испытывать на себе всякие оздоровительные мероприятия, как в области экологии, так и в области повышения качества здоровья и так далее, возможности коммуникационные увеличения возможностей и прочее. Все это как раз в тех пределах, в которых работает новоценная, биофизическая, импульсная будет работать технология. А она, я говорю, работает на чем? На чем? На базе какой-то аппаратуры. Аппаратура имеется патентную ценность, так же, как и технология. Есть очень много, так сказать, ноу-хау, которые не подлежат огласке. Вы поняли? Если мы сейчас оглашу, и все, я рискую вообще никогда не получить патент по этой ценности. У нас таких случаев почти не было. Один из два случаев было, а больше не было. у нас порядка трехсот патентов всяких, и афро-соедельство вот два раза был промах, а так мы соблюдали все эти принципы, получали как в Советском Союзе, в России, в Казахстане, так и за рубежом, в Америке, в Канаде, там, в Индии, в других странах, в Японии, в Австралии и прочее. То есть, о чем это говорит, что этот принцип все-таки требует строгого соблюдения. Нарушать его нельзя.